Вы наверняка слышали о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу так называемых ДНР и ЛНР. Он заявил о том, что в настоящее время признание этих самопровозглашенных республик является контрпродуктивным. И он объяснил, что если Москва признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса, Запад получит повод прекратить давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений. Вот таким образом звучало его объяснение. Как вы расцениваете подобное заявление? С чем оно связано? О чем оно говорит? Что осталось между строк? Первое, на что обратил внимание, это термин, который был в дипломатической обиход Евгении Примакову. Он назвал контрпродуктивным импичник Ельц. В парламенте. Желаю понять, что дело-то хорошее, надо бы, конечно, встречусь от этого проклятого везда. Но не сейчас. Ну, сейчас как-то в лобоке делать. Пусть из Лаврора, это имеет, например, тот же самый смысл. То есть намекает, что, конечно же, это наши в армии, конечно же, это прекрасное, справедливое и благородное государство, уже сложившееся, которое достойное признание, достойного места в мировом сообществе. Но в данный момент как-то немножечко жмет в паху, немножечко как-то подмышками тянет. Так что вот именно в данный момент этого делать, наверное, не будем. Ну, то есть адресатом его является их целевая аудитория, всех этих заявлений, дурацкая, а именно информационно-активное меньшинство и его часть, которую приняли в 2-2. Ну, собственно, это единственное, то вот как ему прислушиваться, больше это агресосток нет. Что касается содержания, сказано, то оно не значит, что ровно учиться ничего, потому что у нас уже и Путин, и Песков в 10 тысяч раз говорили, что Донбасс это Украина, но он определено по-своему. И вот я как Россия, она бьется за то, что эти определенные условия были бы выгодны. Так что содержание, оно, ну-ну-ну, не значит ровно учиться ничего. А вообще, смысл вот подобного типа заявления, вот таких криквения, таким, с оттугой, они связаны с тем, что каким-то образом подготовить свою аудиторию и избежание задачи полной абсолютно Донбасса, вывода будет в основании границей к переходу этих канавалов, ДНР, с ликвидацией, ровно учиться, всех структур под украинский контроль. Все это неизвестно, об этом, видимо, уже существует абсолютно четкая договоренность с дорожной картой, с конкретными датами, с уже не лириками какая-то. И они сейчас занимаются тем, что потихонечку обеспечивают, как могут, информационно составляющие сливы. Я, кстати говоря, из-за явления Дмитрия Медведева на счет денег удержившись, я воспринимаю не мемористически, я очень считаю его косяком или глупостью, которую ляпал недалеко к чему. Нет, это как раз сначала компания по мягкому относительности сливу Донбасса и Крыма. И они решают, и Крыма, это тоже почетно. Это тоже, безусловно, произойдет достаточно быстро. Им нужно сохранять лицо. Соответственно, и в отношении Донбасса, отношении Крыма, лицо не будет сохранять следующим образом. Да, нашим людям существовала страшная угроза. Дмитрий Ярыш собирался их всех съесть. Вот, сейчас же не помню, кто такой Дмитрий Ярыш, но ничего. Напомню. Вот, собирался их всех съесть, их спаси, последствия съедения. Убедились в том, что теперь он не угрожает Дмитрий Ярыш, что зубы у него вырваны полоскоп цельной спасти, все порядки. И вот теперь уже мы можем спокойно снять вот эту брелье с себя, которая Россия благородна унесла на стиле Донбасса. Все. В принципе, актуальным вопросом, признание или не признание ДНР, ДНР был ровно два года назад, когда они провели свои детские референды. В этом, серьезно говорить о признании или не признании, можно было именно в этот момент. В тот момент, не передали, что говорит Личич.